Сегодня мы присутствуем на открытии Дома юстиции, Дом юстиции в Пилиске. Он самый огромный из всех домов, который открывался до сих пор. Это 11-й Дом юстиции в Пилиске. Проект принадлежит итальянскому архитектору Массимилиану Пуксас. Он, и правда, огромный, без сомнения. То есть только площадка обслуживания составляет 7500 квадратных метров. И тут будут присутствовать 306 операторов. То есть 306 операторов будут работать одновременно. Тут мы выйдем в зону, как, наверное, если бы вы бывали в разных домах юстиции, вы узнаете, что у нас делится этот Дом юстиции на несколько пространств. То есть это у нас пространство долгого обслуживания. Что значит «долгого обслуживания»? Так, тут-то так все-таки присутствуют наши ведущие банки. Это банк в Руси, банк в Руси и так далее. Что значит «сона быстрого обслуживания» и что значит «сона медленного обслуживания». «Сона медленного обслуживания» подразумевает те сервисы, которые занимают более чем 5 минут. То есть тут приходят граждане... Долгое обслуживание – это больше, чем 5 минут, да? Больше, чем 5 минут. Ну, все, практика показывает, что тут обслуживание занимает 4-3 минуты. То есть это когда человек делает... То есть когда человек хочет получить какой-нибудь документ, и он запоминает аппликации. Будет это заявлено на паспорт, заявлено на ID, на вид на жительство, на визу и так далее. То есть мы с вами сейчас проходим по зону медленного обслуживания. Это у нас все зона медленного обслуживания. Тут у нас... Как мы справляемся с очередями? То есть, чтобы не было очередей, мы установили систему менеджмента, систему контроля очередей. То есть когда человек заходит, он встречает в дверях Метрифер, который сразу же проясняет, какой сервис хочет получить гражданин, потому что вы знаете уже, что у нас в этом одном пространстве более чем 300 сервисов разных. И как только гражданинка приходит, он берет свой билет, на котором есть номер. И когда этот номер высвечивается на табло, мы вот видим табло, просто оно сейчас не горит, потому что там обслуживание такая с ним проходит. То есть когда человек видит свой номер на табло, он подходит к этому обслуживанию и встречает, так сказать, крюльтеры, которые указывают ему путь и помогают. Ну это просто электронная очередь, правильно я понимаю? Да, да, это электронная очередь. То есть все устроено так, чтобы было максимально. То есть это комната менеджера. Ну я вам скажу, что менеджер тут будет проводить, там не знаю, наверное, процентов 10 из своего рабочего дня, потому что он всегда присутствует в зоне обслуживания, он всегда присматривается, он всегда, так сказать... Контролирует. Контролирует и ищет моменты для того, чтобы исправить. Да, вот видите, наши огромные монитора, где всегда крутятся наши дома, те, которые уже открылись. Как я вам сказала, это 11 домов, и те дома, которые откроются в 2012-2013 годах. То есть у нас здания, они все разные, их архитектура принадлежит как иностранным, так и грузинским архитекторам. А внутри дизайн, так сказать, он всегда одинаковый. То есть мы всегда придерживаемся этому стилю. На 6-м пилистовом Доме юстиции то, что это Just Cafe. Новое кафе, которое мы тут открыли. Что оно собой подразумевает? Это новшество, практики которого пока в мире нет и не было. То есть это обычное кафе, где приходят граждане. Как вы видите, тут даже высвечиваются наши продукты, те, которые возможно получить в нашем кафе. Тут приходит гражданин, и запросто он может прийти здесь за стол. То есть заказать себе кофе, чай, бутерброд, и также заказать себе, например, паспорт. После того, как он заказывает паспорт, он может просто бесполезно поесть, так сказать, и вот во время этот паспорт уже будет готов, и приносят не от хозяй, так сказать, от стола. А он паспорт заказывает прямо здесь, или должен подойти к стойке? Вы видите, у нас специальные, так сказать, как ящики, тачки, как правильно сказать, на котором все оборудование. И весь прелесть в том, что даже когда нужно снять фото, вот вы видите специальные спинки этих стульев. То есть стандартная игра требует, чтобы был белый фон позади фотографии. И вот спины сделаны не так, что когда человек сидит, то есть он его снимает, то есть этот белый фон попадает, и так сказать, человек вместо этого создал отдохол. Вот это наша каппа, которая в этом сегодняшний день будет принимать своих костей. Дорого здесь? Нет, совсем даже не дорого, потому что вы как-нибудь обедаете наши сотрудники. В среднем, чтобы, как сказать, пообедать в кафе, это стоит 10 лари. То есть вот вся атрибутика, которая нужна. И можно сказать, что тут самое главное то, что наш потребитель, он ничего не заполняет. То есть он просто диктует оператору, да? Оператор, а все заполняется у него оператором. Он просто потом в конце подписывается электронной подписью, и все, все готово. И он просто получает паспорт. А в этом джаз-кафе можно только паспорт получить? Или любую услугу, которая в этом доме предоставляется? Нет, 300 сервисов, которые в доме юстиции. Кафе можно получить на первый момент около 20 разных продуктов. Но мы думаем, что если проект будет успешным, мы будем добавлять новые продукты. Следующее, что я хотела бы сказать, это пневмопочта. То есть что собой подразумевает пневмопочта? Мы садим, планируем и ждем около 20 тысяч транзакций разных. Из этих 20 тысяч транзакций мы думаем, что нужно было решить, как мы будем дистрибировать, то есть как мы будем доставлять. Потому что очень много документов, и было бы проблематично их доставлять. То есть человек может прийти со своим паспортом в зону обслуживания, может прийти со своим паспортом Just Drive, может прийти со своим паспортом Just Drive. Just Drive это Drive-in в смысле? Это мы дойдем, мы как раз туда идем. И может прийти Just Cafe. То есть мы не знали, куда человек подойдет, куда класть этот готовый паспорт. То есть он не обязательно должен прийти в одно место? Да, мы хотели сделать так, чтобы он мог бы в любое место взять свой паспорт. Из-за этого мы заказали пневмопочту. Что подразумевает пневмопочта? Все документы готовы, они сканируются на риге, им присоивается свой номер, им присоивается свой номер, и они попадают в хранилище. Когда они попадают в хранилище, вы можете снять как красиво, наверху. То есть когда эти документы попадают в хранилище, уже человек как-то подходит к оператору, будет это Just Cafe, Just Drive, или просто зона обслуживания, да, человек, они берут его ID, набирают, и по этому коду, то есть хранилище само собой находит этот документ, и бросает в тот к нему ящик, да? Не ящик, а то есть тюб, на английском. Труба. Да, труба. В той трубе, где нужно. Мы просто в Just Cafe не посмотрели, там эти трубы тоже есть. А здесь? Здесь есть и у Афера трубы тоже есть. Вот, как мы посмотрим Just Drive, вот Just Drive. А Just Drive, я правильно понимаю, что это как в Макдональдсе? Это скачает Макдрайва. То есть, что она собой подразумевает? Вот видите, это наше пневмопочта. Где? Вот это, да? Да, просто знаете, концы еще не представлены. Не установлены. У них будут вот такие вот концы, где просто документами летает. И время занимает, представьте себе, после того, как оператор вызовет документ, только 18 секунд. Что такое Just Drive? То есть, это наша комната, просто сейчас санавис, и вы не видите, вы не видите наше окошко. То есть, у нас три разных окошка, где они? Около стола. Нет, 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 где? Вот белое окошко, например. Ага. То есть, тут подъезжает... Машина. Давайте выйдем, да, машина. Так. И не выходя из машины, человек получает свой документ. А это именно на получение документа? Да, это пока не столько на получение. Ну, в будущем тоже, если проект будет успешным, мы думаем, что мы начнем и принимать заявку тоже. Эти наши, так сказать, Just Drive, Autocritory, которые встречают тоже людей на периметре, то есть, на дороге. И, так сказать, помогают им навигацией. То есть, давайте выйдем снаружи. А каким образом человек... Ну, вот подъезжает машина, и что? Он должен сказать, что ему нужно? Нет, нет. Или есть несколько вопросов? Нет. То есть, я вам покажу дорогу, откуда человек попадает в Част Кафе. Не все могут в Част Кафе попасть. То есть, во-первых, это люди, у которых уже есть IT-карты. То есть, если у вас нет IT-карты, вы не попадете в зону Just Drive. То есть, вам тогда нужно будет зайти внутри или зайти в Част Кафе. Вот Just Drive, там стоят специальные киоски. Вон, у тебя, да? Да, у тебя только уход. А там, у тебя я вам покажу дорожку. У нас дорожка занимает 200-212 метров. То есть, там стоит шлагбаум. И когда человек прикладывает свой ID... ID с чипом? ID с чипом, да. ID это аналог нашего паспорта, я правильно понимаю? Нет, паспорт это... Заграничный? Нет, который заграничный. ID это внутренний документ, это удостоверяющая личность. Удостоверяющая личность. Да, вы правильно. Понимаете? Вот видите, эти киевские стоят вот туда. То есть, машина заезжает оттуда. Вот по этой дороге? По этой дороге. Угу. Он прикладывает свою ID-карту, и компьютер начинает искать, есть ли на этого человека, чей ID он прикладывает. Какой-нибудь документ, который можно выдаст сейчас в Трайвер. Ага. Если есть, видите шлагбаум? Что он открывается? Если нет, то там пишется добро пожаловать, все высвечивается и так далее, шлагбаум открывается. Если документ не найден, то там пишется, что ваш документ не найден, пожалуйста, переходите на автостоянку и зайдите внутри. На автостоянку переходит отсюда, просто автостоянка еще не готова, он в процессе. Когда будет точно открытие полностью функционировать? Мы думаем, что мы готовы уже с понедельника, и мы собираемся с понедельника уже принимать потребителей. А те маленькие моменты, которые остаются, они не будут нам мешать. Вот здесь вот прикладывают ID, да? Да-да-да. Расскажите, пожалуйста, какие вообще услуги в этом Доме юстиции? В Доме юстиции можно получить все те услуги, которые выдают классный реестр, национальный реестр, бюро, обслуживание. Ну вот примеры прямо можете? Да, конечно, это виза. Виза куда? Ординарная виза, это выношительство. А для иностранцев? Да-да-да. А для граждан? Для граждан это ID-гарда, это паспорт, это удостоверение, удостоверение, как правильно сказать, birth certificate. То есть удостоверение не смерти, а как правильно сказать? О браке? О браке и также о деворс. Ага, о разводе. О разводе, также о смерти, как правильно сказать. Да-да-да-да. И о рождении тоже. Также он может получить, открыть свою компанию. У нас регистрация компании производится очень-очень легко. За несколько минут он может зарегистрировать имущество, тоже без проблем. Или просто взять, как сказать, что-то у нас. В общем, разные все эти документы, которые выдают все эти разные реестры. У нас также будет скоро, очень скоро мы также начнем обслуживать клиентов по продуктам Министерства внутренних дел. То есть мы будем тут менять водительские права. Конечно, первые права мы не сможем выдавать, потому что тут мы не будем принимать экзамены. То есть мы будем менять права, мы будем также выдавать, например, как называется, сколько раз человек, например, переходил границу, да? Справки все здесь же будут, да? Да-да-да. То есть все справки и также лицезии на состояние автомобиля и так далее. Техосмотр. Техосмотр. А все справки, а справки государственные, которые вот можно у государства спросить? То есть мы идем к тому, что Дом юстиции становится, так сказать, хабом, становится, так сказать, головой других государственных органов. То есть в каком смысле, что он постепенно начинает в нашем фронте, в нашем одном пространстве выдавать, также тоже выдавать разные-разные государственные услуги. То есть скоро у нас будут выдаваться услуги Министерства энергетики и природных ресурсов, то есть лицензии на леса и так далее тоже будут у нас выдаваться. Да-да-да, у нас также будут выдаваться лицензии, то есть у нас будут также будут выдаваться сервисы Министерства финансов, Министерства экономики и так далее. То есть у нас вот пока виситет 306 операторов и мы идем к тому, что идет универсализация операторов. То есть все операторы могут принимать любую задачу выполнять, да? Да, мы идем к этому и постепенно у нас всегда проходятся тренинги, чтобы к этому подойти. Я правильно понимаю, что вот все эти пространства, которые здесь есть, то есть сюда может прийти за любой задачей? Вот тут нет специализированного отдела бухгалтерского, из-за этого, скажем, или... Специально визового отдела, специального... Нет-нет-нет. То есть это все универсальные? Пока, мисс. На данном этапе не все универсальные, то есть госреестр и публичный реестр, они отделяются. Но это только временно, то есть уже идет универсализация. Пройдемте туда, я вам покажу зону быстрого обслуживания. С той стороны, то есть мы к этому идем, мы к этому стремимся. У нас очень жестко контролируется, у нас есть очень высокие стандарты на нашу тренду. Заткрылась. То есть обслуживание. То есть обслуживание, стандарты обслуживания. Они очень четко контролируют время обслуживания. И если время обслуживания увеличивается, то есть мы уже пьем тревогу и ищем, где есть слабое спино, где что мы пропустили, и как следует... Так, чтобы этого больше не повторялось. То есть это просто навигаторы, где человек даже может понять, где и куда ему идти. Ага, а вот это уже зона быстрого обслуживания. То есть все, не быстрого обслуживания, человек приходит уже за готовым документом, как и в Just Drive. То есть он просто тут берет уже готовый паспорт, готовый, какой-нибудь документ, лицензия. А заказывает он его как? Заказывает его в зоне медленного обслуживания. А берет уже в зоне быстрого обслуживания. Сколько стоил этот дом? Этот дом юстиции. Вы мне поверьте, если я вам скажу, что на бане нет, я шокер не в каком. Этот наш инфекционер, то есть это уже зона самообслуживания, где человек может сам получить сервис. И хотя здесь всегда стоит митер-крутер, который в случае всегда готов помочь. То есть тут можно получить наши онлайн-сервисы, все абсолютно без проблем. Пусть здесь и навигаторы, тут есть голосовая почта. Почта, которая помогает ему разобраться, что и там. То есть тут у нас есть инфекционер, тут у нас тоже. Да, вечная проблема у нас, что фотографии отдельно. Нет, фотографии у нас здесь тоже очень легко снимаются. Их довольно-таки много. То есть это сюда самообслуживание. У нас еще есть демонстрационный центр, тоже очень интересный проект. К сожалению, мы его не сможем посмотреть, потому что он только строится. То есть этот демонстрационный центр, где человек может увидеть, что было в Грузии до реформ и что есть сейчас. То есть реформа была то, что получить паспорт нужно было платить взятки, нужно было ходить в там 13 разных инстанциях, брать оттуда правки и приходить. А мы работаем... Сколько сейчас времени занимает получение заграничного паспорта? Заграничного паспорта, получение заграничного паспорта занимает у нас 10 дней. Если это обычный сервис, то здесь... Можно быстрее за деньги официально. Деньги, конечно, официально. Да, самое быстрое это полчаса. За полчаса вы получаете свой паспорт.